Тойота Хайлендер Тойота Хайлендер – большой японский кроссовер с заветным для многих шильдиком на решетке радиатора. Разве могут быть у такого автомобиля недостатки? Оказывается, да. В салоне Хайлендер хватает странных решений. Удивляет наличие устаревшей фурнитуры. Здесь полно кнопок родом из прошлого века, в которых нет никакого олдскульного шарма. Из странностей в Тойоте можно отметить подиумы под высокочастотные динамики на передних стойках, которые выглядят так, словно их приделали уже потом. Плюс эклектика декора. Матовый пластик на торпедо выглядит дешево, а имитация деревянных панелей не выдерживает никакой критики. Общая эргономика нареканий не вызывает, хотя иногда кажется, что расположение отдельных кнопок выбиралось по остаточному принципу. Например, обогрев руля включается кнопкой слева от рулевой колонки, которую не сразу и найдешь. Странно, что обод греется не по всей окружности, а только в районе боковых спиц. Права Ирина из Саратова. Японцы опять пошутили и запихали кнопку обогрева руля не в самое очевидное место. Мультимедийная система Хайлендера с 8-дюймовым тачскрином явно устарела. Права Кристина из Москвы. В своем нынешнем виде мультимедийка никак не соответствует современным представлениям о том, каким должен быть автомобильный интерфейс. Apple CarPlay почему-то реализован только через USB. Очень неудобно. Салон Хайлендера пытается быть практичным, но получается плохо. Центральные подстаканники еле вмещают литровую бутылку воды. Все остальные кармашки и бардачки сделаны с такой же продуманностью. Делится впечатлениями Тимур из Хабаровска. Грузовые возможности Хайлендера поначалу впечатляют. В официальных данных объем багажника подразумевает 454 литра в семиместной конфигурации. Вероятно, это с учетом неглубокого подполья. В нем предусмотрен специальный слот для хранения шторки. За это отдельное спасибо. Запаска подвешена снаружи в заднем свесе кузова, но прикрыта кожухом. Однако для того, чтобы извлечь ее оттуда, поклажу придется разгружать. Необходимый инструмент и доступ к удерживающему колесо механизму находятся под настилом багажника. Последовательно складывая третий и второй ряд сидений, можно увеличить полезный объем грузового отделения. При этом идеально ровной погрузочной площадки не получится. Хуже, что в багажнике не предусмотрено ровным счетом никаких приспособлений для фиксации поклажи. Багажник огромный, но непродуманный. Любые предметы, оказавшиеся здесь, будут иметь полную свободу перемещений. Где крепежные сетки и ограничители? Удивляется Виктория из Екатеринбурга. Поездки за пределами твердых дорог – развлечения не для Хайлендер. Мало того, что клиренс не слишком велик, так еще и у пятиметрового кузова, не подходящие для оффроуда, длинные свесы спереди и сзади. Из отзыва Руслана из Москвы. На бездорожье не суюсь. Нижние части бамперов вроде бы защищены черным пластиком, но оторвать всю эту конструкцию на сложном рельефе – пара пустяков. И все равно Toyota Highlander четвертого поколения хорош. Автомобиль заслуживает внимания уже тем, что это самый крупный кроссовер Toyota из тех, что были официально доступны на нашем рынке. Естественно, у Highlander есть и другие достоинства. Highlander не пытается выглядеть авангардно, да и нужно ли это семейному кроссоверу? В сравнении с предшественником он стал выглядеть более подтянуто и даже агрессивно. Фонари заострились, на радиаторной решетке появилась хромированная планка с эмблемой. Передние стойки теперь выкрашены в черный цвет, как у Land Rover. Нравится размер и внешний вид. За шильдик Toyota тоже плюс к карме. Делится впечатлениями Илья из Санкт-Петербурга. У Highlander достаточно мягкие передние кресла с широко расставленными валиками боковой поддержки, которые неплохо распределяют нагрузку. Очень комфортные сиденья. Электрорегулировки входят в базовую комплектацию. Жаль, что память настроек положена только топовой версии. Пишет в своем отзыве Анна из Уфы. Несмотря на устаревшую фурнитуру, салон Highlander смотрится здорово. Архитектура передней панели интересна дизайном, да и подбор цветов радует. Есть полочка для смартфона на передней панели с отверстием для провода. Нет проблем с USB-разъемами. Только спереди их три штуки. Выбор комплектаций у Highlander предельно скуп. Их всего две. В начальной комплектации есть светодиодные фары, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида, обогрев руля и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. Плюс есть целых 8 подушек безопасности, включая коленную для водителя и аэрбэк, встроенный в подушку пассажирского кресла. Прав Станислав из Иркутска. Уже базовая версия Престиж подразумевает широкий набор оборудования, которым в принципе можно и ограничиться. В салоне Highlander три ряда сидений. Правда места на третьем ряду больше похожи на детские. Взрослому туда и залезать неудобно, и находиться неуютно. Подушка возвышается над полом, из-за чего ногами приходится обнимать уши. Зато на втором ряду настоящее раздолье. Даже у самых высоких пассажиров колени находятся на почтительном расстоянии до спинок передних кресел. По высоте особого запаса нет, но потолок с панорамной крышей здесь не давит. К тому же можно откинуть спинки назад, приняв более расслабленную позу. Продольная регулировка заднего сиденья по частям тоже предусмотрена. Невысокий центральный тоннель позволяет с должным комфортом разместиться среднему пассажиру. Из отзыва Михаила из Ярославля. На втором ряду очень просторно. Пассажиры ростом под 180 см чувствуют себя тут свободно. Здесь есть пара USB разъемов и отдельная зона климат-контроля. Но центральных воздуховодов нет. Дефлекторы расположены на потолке. Солнцезащитными шторками оснащается только топ-версия. Полностью проем окна, к сожалению, не перекрывается. Highlander построен на платформе родственной седану Camry. Таким образом, силовой агрегат у кроссовера расположен поперечно. Это единственно возможный бензиновый двигатель 2GR-FKS, то есть V-образная шестерка с отдачей 249 сил. Мотор имеет комбинированный впрыск топлива, цепной привод ГРМ и фазовращатели на впускных и выпускных валах. Для экономии топлива он умеет переходить на цикл Аткинсона. Каких-то специфических болячек у этого двигателя нет, хотя некоторые владельцы успели отметить преждевременный выход из строя помпы и катушек зажигания. Впрочем, эти неполадки не носят массовый характер. Также по причине загрязнения дроссельной заслонки могут плавать холостые обороты. Следует иметь в виду, что этот мотор весьма чувствителен к качеству масла, поэтому абы что лить в него не стоит. Главное, что ресурс в 300 тысяч километров для этого двигателя не предел. Highlander этот двигатель очень подходит. И тяга, и отклик на газ, и звук – все у него получается на отлично. Взаимопонимание мотора с автоматом на уровне взаимной любви. Смена передач происходит быстро и плавно, то есть почти бесшовно. А если надо быстро ускориться, то коробка оперативно скидывает столько передач, сколько того требует ситуация. Поэтому никакого ощущения заторможенности в реакциях не возникает. С точки зрения ежедневной эксплуатации, лучшего и не пожелаешь. Highlander обеспечивает для водителя и пассажиров очень приличный уровень ездового комфорта. К плавности хода вопросов нет. Кроссовер действительно отлично маскирует дефекты дорожного покрытия в восприятии пассажиров. Шумоизоляция тоже достойная, особенно с двойным передним остеклением. На ровном асфальте Highlander тих на любой скорости. Шумоизоляция примерно как у немцев. Ветер не свистит, на шероховатом покрытии слегка слышно шум универсальных штатных шин Тойя, но это не напрягает. Делится опытом Виктор из Краснодара. Управляемость Highlander лишена ярких эмоций. Но это логично. В гражданских режимах все предельно понятно. Машина железобетонно держит прямую. Никакой остроты в реакциях нет. Toyota все делает спокойно и предельно понятно. Безопасность здесь превыше всего. Даже отключив систему стабилизации, вы не оставите машину без присмотра страхующей электроники. И что бы вы ни делали в повороте, Toyota невозмутимо будет тянуть морду в безопасном для большинства водителей сносе. Главные плюсы автомобиля Toyota Highlander. Просторный салон. Хорошая комплектация. Высокий ездовой комфорт. Надежный двигатель. Основные минусы. Мелкие огрехи отделки. Устаревшая мультимедийная система. Непрактичный багажник. Посредственные внедорожные способности. Подводя итог, можно сказать, что у Toyota Highlander хватает сильных сторон вроде высокого ездового комфорта и простора на втором ряду. Но нет и речи о том, что этот кроссовер превосходит большинство конкурентов в классе полноразмерных кроссоверов. У Highlander большой, но довольно бестолково организованный багажник. Требует замены мультимедийная система. Да и на бездорожье с ним нужно выезжать осторожно. Вот почему оценка, набранная Toyota Highlander в читательском рейтинге Дрома, составляет 9,1 балла. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Expert Strogeno. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok